всем доброе утро мое утро начинается вот так сейчас холодно мерзнем почистил зубы сейчас помыла каждый мою голову потому что с такой с такими волосами нужно обязательно всегда делать укладку благодаря вот этой вот вот пенки вот держится у меня еще чуть на голове вот купила эстелевскую вот эту вот пенку мне сказали надолго хватит до пузырек большому и мне нравится запах очень вкусный сушу видеть как полотенчики отопление еще не дали сырость везде но на улице стало очень холодно сегодня вот час аж собрался у меня на дачу там дела свои доделывает говорит 10 градусов сейчас я вам покажу солнышко видите какое у нас деревья все еще зеленые но осень прям чувствуется но уже вот прогрелась где-то 13 градусов до иногда включая дом 2 лучше смотреть дом 2 чем как саша мой чрезвычайно эти происшествия включат и с утра насмотришься и думаешь господи выходить из дома или нет так то вот небо тяжелого какие-то облака идут такие наверное холода вот мне сейчас позвонили из магазина мне нужно будет сходить прикупить моточек вот такой моточек я димульки связала с нот вот такой рисунок интересный мне тоже как-то понравился катюшки связала один а здесь уже у меня сейчас скажу махеровая ниточка вот это вот одна вот этот и меринос вяжу ему шапку бинни хочу вот комплектик подарить завтра мы идем к зятю на день рождения может быть закончу но ведь мерить надо ну вот не хватает немножечко мне будет еще моточек я заказала и сейчас мне позвонили сказали что привезли пойду я прикуплю такой моточек а потом начну себе с нудика вязать уже что-нибудь придумаю другое и сегодня мне нужно приготовить кушать все закончилось я решила сегодня приготовить штрудели с мясом как везде написано рецепт немецких поселенцев старый рецепт но все по-разному готовят я вот много много рецептов посмотрела меня самое главное напрягает тут тоже понятно что капуста картошка лук морковка мясо сами штрудели как делают кто-то делает на кефире и на эту лепешечку заворачивает обжаренный лук вот я так и хочу сделать а некоторые делают на дрожжевом тесте и сверху вот картошки выкладывают поверх бульона выкладывают вот эти штрудели но я так понимаю что такое тесто оно должно выпекаться а не вариться а это получается что они как бы лежат и и на бульончике сверху то нет бульон они как бы на пару но тесто на пару вот представьте себе я считаю что тесто дрожжевое должно выпекаться в духовке чтобы оно все пропеклось и было как вот хлебное тесто а если такие штрудели все-таки делают люди то я думаю все таки или на кефире надо делать или как пельменное тесто наподобие оно должно свариться вот как и лизунцы бывает вот такое пельменное тесто ну как вот пельмешки варишь в тесто там вкусное и я так подумаю штрудели должны быть такие но я решила приготовить на кефире у меня все для этого есть и капуста и картошка мясо купила я вот я вчера купил свининку и самое главное я сейчас схожу в магазин прикуплю этот моток чтоб потом не из дома никуда не выходить уже я буду готовить где меня не пойду сегодня говорят он взрослый мальчик будет сам все делать и кушать и обедать и уроки сам будет учить в общем с первого числа видимо мы будем уже я так думаю начнем все таки мы на теннис ходить там три раза у нас в неделю получается с пол четвертого не знаю когда он будет уроки делать конечно допоздна будет сидеть уроки делать уроков много задают и уроков самих много спасибо уроков это он где-то в 2 в третьем приходит это пока он поезд уже пол четвертого нам ехать на теннис там час с тенниса потом пока доберемся уже время 5 девочки сбегала магазин зашла в пятерочку пятерочки купил вот такую батон маликовская наша черкасская такая как сказать хлебовопекающая продукция о нашей пекарне местной жареным луком хлебушек тоже пекарни маликова не один такой свежий так дальше купила по акции посмотрите какая большая банка тушенки 95 рублей еленский какой-то еленский ли консервный завод говядина тушеная была по акции здесь сколько грамм 525 грамм взяла сметанку 20 процентов просто квашен так сметанка сметана 82 39 вот такой кусочек взяла саньку колбаску него закончилась как он без колбаски не человек любит что-нибудь бутербродик сесть гарибальди здесь вот 348 грамм так сейчас посмотрю на сто девяносто три сорок пять кто там масло слобода 99 99 жарко и сливочное масло 82 и 5 99 99 100 рублей зашла за пряжей 85 рублей стоит вот этот вот моточек о которой я вам говорила диме вижу детский каприз пехорка вот еще не хватает движение так и купила вот такую пряжу хочу снуть себе связать вот так называется сорок восемь шерсть и пятьдесят два криво стоящим стоит не помню сколько купила раз два три 4 5 мотков привет какими судьбами вас принесло сюда ушла из дома разругалась опять и ушла давай не будем саша приехал с дачи смотрите какая малина сегодня 29 сентября маленькая прелесть и клубник а клубнички нету саши а вчера он привез клубнику ой радует меня прям до поздней осени вот такая красота ремонтантная чем тут еще привез вот клубничка вот урожай еще клубнички тоже радует пекинская капуста а это гостинчик с юга танюшка если смотришь мой канал спасибо тебе большое аджика вот не знаю которые острые которые не острые любви острые вот две баночки привезла и мы понюхали уж запахи разные вот это мне показалось как-то вот ну вот как 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 на море всегда на черном это по-другому немножко пахли пострее вот это вот там и сухарики делаем еще и лаврушечка вот спасибочки большое за подарочек за такой а мы собираемся к дочери гости взять сегодня день рождения блюдо наш приготовилась выключаем 40 минут прошло сейчас будем смотреть штрудель упал здесь мы берем капусту картошечку мясо давай саш садись будешь пробу снимать вот так это выглядит все сейчас иваныч снимет пробу вот так вот 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 Продолжение следует...